Всем привет! Похоже, лето пришло всерьез и надолго. Эпизодические дожди еще пытаются сопротивляться, но поток тепла уже не остановить. После проверочного часового заезда на старт в Москву выбраться не удалось по причине отсутствия машины и поэтому решил, что раз так, то можно проверить себя и в Твери. Разделка на везде разделка, что дома, что на выезде. Главное, чтобы было желание и соответствующий настрой. Изначально очередной тестовый заезд, третий по счету, планировал провести на Волоколамском шоссе на сегменте Каменка-Тверь-Каменка, но установленный недавно светофор на въезде в Лебедево заставил меня перенести заезд на Рябеевское шоссе. Я и до установки светофора об этом подумывал, так как стало много затыков и помех в Лебедево, а светофор лишь ускорил принятие этого решения. Рябеевская трасса, по своим скоростным характеристикам, очень близка к Волоколамскому кругу. Отличие только в том, что Рябеевский сегмент на 100 метров больше и есть разворот на 180 градусов, как это предполагается в разделке. В остальном примерно все одно и то же. Поэтому выборов хороший по погоде день, вернее вечер, выдвинулся на новую для теста, но хорошо знакомую мне по тренировкам трассу. Если по ветровой обстановке дела обстояли хорошо, то по температурному режиму было жарковато. Можно было еще на час отложить заезд, но так как я не был уверен, что все участки шоссе будут хорошо видны на скорости, то решил не рисковать и не дожидаться, когда солнце будет собираться на сон. Рябеевское шоссе находится на другом конце города от меня, и поэтому добираться до него около получаса. Но 13 числа город был пустой от машин, и все светофоры для меня мигали зеленым глазом. Поэтому до места своего старта долетел очень быстро. Вроде даже личный рекорд установил. Прибыв в пункт назначения, проехал по трассе еще несколько километров, чтобы получше размяться, и после чего приступил к самому тестовому заезду. Со старта применил спринтерский разгон и потом долгое время наблюдал среднюю мощность, которая была значительно выше, чем это реально для моих возможностей на 20 километров. Только после 4 километра мощность стала обретать правдоподобные черты, опустившись до моих реальных возможностей. На этот раз попробовал применить тактику, которую посоветовал Анатолий. То есть в горке выдавать 350-400 ватт, а на спусках восстанавливаться. Подобная езда мне не очень комфортна и выбивает меня из комфортного вкручивания, но все-таки решил попробовать. После четверти дистанции я почувствовал, что несколько задохнулся, то ли от этих ускорений, то ли от того, что было непривычно жарко, но тактику менять не стал, даже несмотря на то, что цифры средней мощности просели и уже не были столь впечатляющими. Ориентировался в первую очередь на среднюю скорость, а она до сих пор была на уровне моего персонального рекорда, для этой трассы. Приближаясь на спуске к развороту, который свидетельствовал о прохождении половины дистанции, столкнулся в очередной раз с проблемой, о которой не раз говорил по поводу этой трассы. А именно, что народ, живущий в этом районе, очень расслабленный и беззаботный. То ли потому, что местные красоты этому способствуют, то ли потому, что дорога тупиковая. Но суть в том, что местные жители по дороге ходят и ездят на велосипеде так, что не знаешь, как и с какой стороны безопасно их объехать. Предсказать их дальнейшие действия очень сложно для меня, так как народ руководствуется правилами, известными только им. А вернее, отсутствием правил. Так вот, приближаюсь к развороту, а впереди дети на велосипедах. Один ребенок по одной стороне дороги виляет, другой по другой. Середина шоссе вроде свободна, но не факт, что она не захлопнется в последний момент. Вспоминаю прошлый год, триатлон завидова и голосом даю детям знать, что они не одни на дороге. С перестраховкой проезжаю между ними. Делаю разворот и на обратном пути интересуюсь у детей, в какой школе их так учат ездить по дороге. На что получаю тираду слов в свой адрес и показанный язык. Понимаю, что я ничего не понимаю и еду дальше. Через несколько километров на горизонте появляются две взрослые велосипедистки, вернее дачницы, которые едут в магазин. Если одна едет с краю дороги, то та, что впереди, постоянно делает перемещение из стороны в сторону. Голосом заранее даю о себе знать и ухожу на встречную полосу. Хорошо, что она в этот момент была свободна. Проезжаю мимо виляющей девушки и в глазах вижу полнейшее недоумение. В отличие от первого случая с детьми, обошлось без слов и показанного языка. Еду дальше, сил все меньше и меньше, мощность уже 305 ватт, а скорость всего 40,1 километра в час. Впереди еще несколько горок и стараюсь их пройти так, чтобы остался шанс на личный рекорд. Добираюсь до последних четырех километров и тут скорость начинает стремительно возрастать. Это вдохновляет и появляются откуда-то дополнительные силы. Вот уже средняя скорость 42, 43, 44, 45, 46. Остается совсем чуть-чуть до финиша. Надо еще добавить, и невозможное еще 10 минут назад станет возможным. Последний километр выдаю, что осталось. Средний уже 40,7. Финишный пригорок 400 ватт. Все. Останавливаю секундомер. После десяток секунд прихожу в себя. Далее смотрю на данные Гармина и вижу, что время на 10 секунд больше, чем в рекордной попытке. Но и дистанция на 140 метров длиннее. Пытаюсь высчитать в голове, какое должно быть время с учетом поправки. Понимаю, что все на тонкого, но шанс есть. И только дома после загрузки заезда в Страву выясняется, что уступил себе образца 2019 года всего 2 секунды. В 2019-м время было 30 минут 33 секунды, а сейчас 30 минут 35 секунд. Из Стравы также узнаю, что за 4 километра до финиша проигрывал 12 секунд. Удалось отыграть 10. В итоге был очень близок, но вновь не срослось. Вот такие вот дела. С более подробной информацией по заезду, как обычно, можно будет ознакомиться по ссылке на Страву под видео. На этом у меня все. Всем удачи и личных рекордов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова